Многоквартирные дома на улице Усилова покрылись трещинами. Жители связывают это с началом строительных работ на месте бывшего садового товарищества «Пионер». Создано было 70 лет назад, и в то время сады недалеко от центра города были обычным делом. Но садовые участки там были скуплены неким бизнесменом по строительству многоэтажных домов, и в декабре 2022 года там начали вырубать деревья, а сейчас сюда пришла тяжелая техника. Садовый товарищество «Пионер» находилось во враге, а рядом стоят панельные дивизиэтажки, и вот на них появились трещины. Начинают появляться трещины, начинают расходиться между собой плиты. Вплоть до того, что начинают тут изобретать с пенопластами, все это подмазывать, потому что у них жить невозможно. У них ледяные стены, у них плеснь идет. Они говорят, мы не знаем, что делать, потому что дыры просто огромные. И вот, смотрите, вот это все появляется. Вот, смотрите, вот кулак у меня там находится. Вот когда делался ремонт, вот горизонтальная, на ней все хорошо. Вот вертикальные пошли. И если до вверх взглянуть, то сразу это свежий ремонт, и оно все расползается. И это видно, что это было все заделано. И плиты все равно двигаются. Этот подъезд относительно этого, он двигается. И у нас в соседнем доме, в соседнем с домом 3-3-3, тоже вот такая трещина появилась. Вот она идет сверху до низу, через несколько этажей. То есть дом тоже приближается к аварийному состоянию. В первом пострадал как раз дом у Силова 3-3. Вот уже начали появляться расхождения между плит. И у нашего дома у Силова 10 тоже заходил фундамент. А происходит это только потому, что дом находится на самом краю оврага. А еще здесь начинается строительство нового микрорайона. Земли садового товарищества СНТ «Пионер» выкуплены некоторым Козыревым Александром Александровичем. Это частная земля, и он имеет право здесь вырубать плодовые деревья. В дальнейшем здесь планировалась, как нам сказали администрация, строить многоэтажный комплекс из 7-25-этажных домов. На каком основании тут начали все копать? Здесь дома будут строить живые. Как нашли? Получил разрешение на строительство? Да, разрешение есть. Вот. Давай, возьмите. Давайте посчитаем. Сейчас, сейчас. Мы тут удивлены принотных иных видов работы. Вот 15 января 2024 года. Блин, будут живые дома, а вообще лучше, чтобы на Доврашево будут. Мы хотим, что это комплексный высклон. Вы же сейчас наши дома. Тут вообще идет... Мы на данном этапе выполняем подготовительные работы в виде подъездов для выполнения инженерных обысканий. После того, как документацию утвердят, начнется строительство домов. Вот примерно от того места, где мы с вами стоим, и до улицы Яковлова. Это относится к зоне жилой застройки. От того места, где мы стоим, и дома, и до наших домов, это зона парков, скверов, пульваров. Там во капитале строительства вообще не предусмотрено. То есть совершенно непонятно, на каком основании выдан орден был на земляные работы, который повлечет со собой, как мы все понимаем, все-таки строительство вот этого комплекса. Мы обращались с запросами, с просьбой и с мольбой провести экспертизы грунтов, провести экспертизы фундаментов наших домов, особенно дома 3-3 и дома 10. Никакого ответа не прислали. Мы так думаем, что не хотят развивать эту тему, потому что это будет реальным препятствием к многоэтажной застройке в Овраге. Он и так трещал у нас всю жизнь, а теперь вообще все поехало. Дома скоро не будет. Это реальная угроза жизни и здоровью людей. Даже если при этом никто не пострадает, люди лишатся своих квартир. Для большинства семей это единственное жилье. Специализированный застройщик «Континенталь», как сообщили нам в административно-технической инспекции, разрешение получило лишь на проведение планировочных работ. Разрешение на спил деревьев не выдавалось, но все деревья в Овраге уже спирены, и там ведутся подготовительные работы. Овраг в ужасном состоянии был. Естественно, сюда техника просто так не заедет. Люди-то плохо ходят. Стройка когда начнется? Никто не может вам этого сказать. Пока нету никаких документов разрешающих. Ордер есть. А проект? Проекта еще нет. Проекта еще в стадии разработки. На дома вы имеете в виду. Нет, проекта нету. Жители соседних домов очень переживают. Уже у них пошли трещины. Расходятся плиты. Это точно не от этих видов работ. Потому что экскаватор просто ездит, делает подъезды. Это, собственно, земля заказчика, его собственности. Вот. И как бы на своей земле он может строить, что хочет. А сколько ему принадлежит? Все СМТ. Ну, ориентировочно около 8 гектаров. Переведен на ООО «Континенталь». Он будет предполагаемый застройщик. Дома потом не поползут. Все-таки овраг. Опять же вопрос не в тему. Для этого виды изысканий всякие разные проводятся, чтобы предотвратить все эти моменты. Кстати, как сообщили нам в дом управляющей компании, они провели обследование домов, стоящих рядом с оврагом. И никаких критичных изменений конструкции не заметили. Все трещины, по мнению дома управляющей компании, носят косметический характер.